Всем доброго времени суток, с вами по-прежнему Zodiac 69. Мы продолжаем видеогайд по моду Industrial Craft. В прошлый раз мы остановились на том, что я пообещал вам показать устройство, которое поможет вам избавиться от ужасного вида внешнего кабеля. Вот это вот будет в серии, вот это или следующий рассмотрено. Будет очень весело. Так вот, как же нам вот такой ужасный вид проводов как-то преобразить получше, красивее их сделать? Для этого есть специальное устройство, называется оно хамелеон. Пожалуйста, для него нужна приличная редстоун, а даже алмаз один. Два провода и новейшая электросхема. Выглядит он так же, как манипулятор тока. Функция у него только одна, и она вот такая. Меняем внешний вид проводов. Можно подобрать на любой вкус, в зависимости от того, даже снег, укрепленный камень. В зависимости от того, собственно, что вы хотите замаскировать ваш провод. Пожалуйста, просто земля. Но тем не менее, печь будет продолжать работать справно. Пускай это даже и земля. Не набрал же. Идем дальше. Давайте я сделаю что-то поприличнее. Во. Так. Следующее устройство. Это мы выбрасываем. Не нужно оно. Следующее устройство. Это модификация провода. Для того, чтобы им можно было легче управлять. Да и вообще потоками энергии. Для этого понадобится редстоун, провод и рычаг. Получаются вот такие вот направляющие провода. Выглядят они как блоки. Сейчас мы расскажем о их функциях. Вот, пожалуйста. Так мы ставим один направляющий кабель. К нему подсоединяем несколько солнечных панелей. Отлично. Можно еще четвертую, но я не буду, потому что хочу вам кое-что показать. Итак. Как мы можем убедиться, сейчас ток идет по проводу. Мы можем даже это проверить. Видите, каждая электро... Каждая солнечная панель вырабатывает одну единицу энергии в секунду. Кстати, в секунду это не совсем точно. На самом деле, единицы энергии во фрейм, а их несколько секунд, там 20 с чем-то что ли, я точно не знаю. То есть, за секунду вы будете получать не один, не одну единицу энергии, естественно. Не один ЕЭ. А несколько, гораздо больше, чем один. Во много раз. Я так говорю просто для удобства, и автор так решил сам написать в своем гайде. Ну, то есть, в своей теме. Ну, будем говорить в секунду, но подразумевается, что нет ни секунды, а фрейм. Итак. Как видите, устройство наше работает, потому что мы можем плавить. Гораздо лучше, чем эта электропечь, потому что, как помните, мы долго ждали, пока заряд наконец накопится, чтобы ей хватило для плавки. А, пожалуйста, вот это может плавить мгновенно. Ну, практически, да. Итак. Отлично. Но что же, если у нас двухэтажный дом, и мы хотим направлять электричество еще и на второй этаж? Из одного источника. Не проблема. С направляющим проводом это не проблема. Дело в том, что когда к направляющему проводу ничего не подключено, ни цеперит стоуна, ни рычагов, кнопок и так далее. И выходом, входом являются его боковые стороны, то есть подавать напряжение к нему следует с этих сторон. А выходом является нижняя сторона. Поэтому именно снизу будет происходить крафт. Но если у вас есть второй этаж, и вы поставили рычаг на направляющий провод, пожалуйста, оп, сейчас вы увидите, что произойдет. Все. Нету напряжения. А здесь оно есть. Пожалуйста. Вы можете переключать вниз-вверх. Вниз-вверх. Вот сейчас наверху. Отключаем. Пожалуйста, остановилось. А здесь начался крафт. Очень удобно. Я думаю, применение этому найдете. Очень много. Так же, кстати, я тогда был с расстроенным этим. Ладно. Пойдем дальше. С направляющим проводом разобрались, в принципе. Очень удобная вещь. Далее следует лампочка. Да, вы не ослышались. Самые настоящие лампочки, которые можно сделать в этом моде. Я не буду светить. У меня... Я пробовал их сделать. Конечно, у меня цвета от них особо много не было. Но, тем не менее, что-то дополучилось. Нам нужно стекло, редстоун и провода для того, чтобы сделать лампочки. Пожалуйста, получаются такие светлые блоки, которые светят. Тут у нас стоит блок генератора, в котором я зажигаю топливо. Он работает и вырабатывает побольше. Как-то они, знаете, иногда непонятно, вот измеряют. Ну ладно, не важно. Он вообще вырабатывает 5Е в секунду. 5ЕС. Если выключить, то, естественно, будет 0 напряжения. И чтобы увидеть, что она все-таки светит, поставим и делаем ночь. Вот сейчас напряжение есть. И она на самом деле светит. Это незаметно. Свечение очень слабое. Но включаем. Свечение пропадает. Заметили? Нет? Давайте еще раз. Есть свечение. Слабое, слабое. Оп, пропало. Да, еле-еле светится. Не знаю, почему так. Пробовал даже подводить к ней напряжение от 6 таких генераторов. И она все равно светила очень слабо. Может быть, это уже новый баг версии 6.37. Не знаю. Но не получилось. Жаль. Жаль, конечно. Лампочки есть, кстати. Несколько режимов света. Первый самый тусклый. Видимо, мы его и наблюдали. А может быть, даже и его-то не было. При котором она немножко светит. Второе это яркое свечение, подобно факелу. И третий, если подвести довольно-таки много, ES. Она начинает светить так, что сжигает в своем радиусе свечение мобов заживо. Криперов, монстров других. Знаете, вот как у меня такая ассоциация возникла. Подобно ультрафиолету в фильме Blade. Когда вот там даже такие большие вампиры сгорали. Который в ванну там не помещался. Такой большой, здоровый. Ну так вот. Могу будут сгорать заживо. И можно делать такие ловушки. Я думаю, это очень прикольно. Ну, естественно, нужно, чтобы она горела ярко. Меня этого добиться почему-то не смог. Не знаю. Попробуйте сами. Тем временем мы идем дальше. И следующее устройство будет применяться вами очень часто. Я уверен, если вам нравится вообще делать электросети и так далее. Это трансмиттер. Точнее, мультифункциональный электрический трансмиттер. Который можно назвать МФЭ-трансмиттер или просто трансмиттер. Провода пустые обязательно. Аккумуляторы. Блок, механизм. Ну, машинный блок или механизм. Получается два трансмиттера. Их функция в чем заключается? Они, во-первых, у них есть входы. Это боковые стороны. И, возможно, верхняя. Но верхняя может быть выходом, входом. Я точно не помню как. И он, трансмиттеры накапливают энергию. Вот, пожалуйста, помните нашу, видите? Нашу мельницу, которая даже и аккумулятор-то зарядить не в силах. Но, тем не менее, по чуть-чуть в трансмиттер энергии накапливается. То есть, из трансмиттера, как из аккумулятора, она мгновенно не уходила. Ну, и не уходит. Не будет уходить, естественно. Выход у трансмиттера снизу. То есть, подключить к нему с боков и впустить провод снизу. Нужно, чтобы запитать какое-нибудь другое устройство. И сейчас мы покажем, как это работает. Вот, сейчас крафта нет. На самом деле, сейчас просто последний заряд энергии зарасходится. И что происходит? Вот, все. Так. Пустая электропечь, ничего в ней нет. Та-да! Пожалуйста. Мы не подключали ни генераторов к ней. Не клали сюда источники электричества. Тем не менее, она крафтит, забирая энергию. Вот, посмотрите. Видите? Забрала. Для одного крафта ей там требуется, ну, примерно 200 ЕЭ. Вот она забирает. Там 200 по 300. И примерно М. Вы можете точнее посмотреть в таблице мощностей. Но у трансмиттера есть, тем не менее, запас какой-то слой энергии. То есть, 600, извиняюсь, 60 тысяч ЕЭ. Больше он не наберет. Кстати, манипулятором тока можно еще и настраивать выходную мощность трансмиттера. Обычно стандартно у него максимальная выходная мощность 32 ЕЭ в секунду. Можно даже настроить до 50 максимум, а дальше она скакнет обратно на единицу. И при единице, как вы, наверное, догадались, крат уже не будет таким быстрым. Не должен быть. Вот здесь не 2, а 1. Просто вот таким образом как-то можно, видимо, расстроить манипулятор тока, и он начинает сбоить. Вот, пожалуйста, теперь уже с такими заминками происходит. Крафт, вот видите, набирается, набирается энергия. Ну, как вот, 1 Е в секунду, как и от солнечной панели. Так же. И опять заново. Если увеличить, естественно, будет, вернется мгновенный крафт. Вот, 32. Крафт уже будет мгновенный. Ну, ладно. Посмотрели. Если 60 единиц энергии вам недостаточно, и у вас много энергокристаллов, вы можете улучшить. Нет, не таким способом. Ну, нужно новейший механизм. Вы можете сделать тот же самый, в принципе, МФА-трансмиссер, только с запасом энергии, которого хватит на... Ой, как много. Например, я поставил здесь. Вот так вот круто он выглядит, и у него запас энергии 3 миллиона ЕЭЭ. Ту-ду-ду. Этого хватит вам надолго. Я вам гарантирую. Еще и заполнить это постараться нужно. Итак. С этим разобрались. Остается только трансформатор высокого напряжения. Замечательная вещь. Просто восхитительная. Если вы, допустим, играете в мультиплеере, и у вас несколько домов на большом расстоянии друг от друга. Или у вас просто несколько домов на большом расстоянии друг от друга. Но, тем не менее, электростанция находится только на одном из них, а электричество нужно провести на большое расстояние. Как вы помните, электричество через... На 10-м блоке теряет, по проводу, если идет 1 ЕС. И дальше каждый третий провод тоже теряет электричество на 1 ЕС. То есть, если вы, допустим, подали напряжение в 10 ЕС, на 10-м оно станет 9, на 13-м 8, на 16-м 7 и так далее. Скоро уже напряжение полностью пропадет. Но для этого нужен трансформатор с окон напряжением. И, судя по времени, я не успеваю про него рассказать. Так что с этого, с очень интересного, как раз таки применим вот эту магистраль. Я расскажу вам про некоторые новые особенности трансформатора, которые появились недавно. Мы начнем уже со следующего видео, которое я прямо сейчас и сниму. Так что скоро я его добавлю. Если это видео уже добавлено, а следующий нет, то считайте, что где-то через полчаса, час оно уже будет добавлено. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok